всем привет дорогие друзья с вами кирилл сакаст и сегодня нас марл стайк портс сегодняшнее видео будет такое разговорное поговорим и о лавине сфер мое мнение и мнение также некоторых участников которые стоят в закрытой группе то есть блогеров англоязычных они уже тоже высказывались я на стримах иногда про это говорил и вообще в целом хочу поговорить конечно про политику внешнюю от скопелей потому что каждый раз на самом деле удивляешься как не для видно они смотрят и в целом это конечно ситуация вызывает большой ряд вопросов почему так опасно вот эта лавина сфер да потому что все спрашивают да кто-то где-то дал какую-то информацию возможно просто слух пустил и как вы понимаете большая часть людей теперь ждет ждет уже очень давно я в принципе тоже коплю понятное дело ресурсы и когда вы купите большое количество ресурсов естественно ваш прогресс теряется да когда вас там на руках 73 золотые сферы то большое количество денег плюс там везде куча 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 дополнительных сфер да их нереально много туда посмотрите тут по 46 некоторые сферы понятное дело купится просто я допустим жду когда каких-то героев добавят новых именно не то что у меня собраны по 7 к.з. точнее по 7 к.з. это конечно в мечтах по 7 обычных звезд некоторые понятное дело открываются сразу такие как красные звезды потому что они меняют свой прогресс сейчас именно на данную секунду и премиум сфера такая же ситуация остальные в принципе конечно можно копить если есть допустим золото там в каком-то запасе продать запас конечно очень быстро всегда рассеиваются какие-то катализаторы допустим я коплю потому что тоже жду такое событие как лавина сфер потому что мы понимаем что если его запустят а сфер не будет соответственно нужно как-то будет донатить либо ребята донатили заранее для того чтобы получить этот запас потому что лавина сфер она подразумевает что большое количество во-первых осколков героев каких-то хороших во вторых да допустим все посмотреть даже вот это событие счастливчика то такие всякие награды да они естественно крутые вот смотришь на эти награды и лавина сфера на принципе похоже по своей механике что чем дальше тем круче соответственно если тебя много и большой запас сфер ты можешь получить все награды и быть очень довольным прокачанным а кто не получает естественно не расстраиваются самая неприятная ситуация какая то есть люди начали копить час большое количество ресурсов это не только снг комьюнити то же самое происходит абсолютно везде все спрашивают откуда-то слух появился никто не знает что и как и самое что глупая в этой ситуации то что разработчики никак не реагируют они не опровергают они не подтверждают они просто просто не знаю молчат то есть политика конечно интересная но сами понимаете здесь какая ситуация то есть если допустим мы откроем сейчас сферы условно и потом через день через два там через неделю запустят события вы понимаете какая-то дизмораль просто космического масштаба потому что если открою сферы все и потом не получите награды конечно я просто расстроюсь как и думаю любой игрок потому что это понятное дело когда ты был там в шаге если бы открыл эти сферы там а через месяц через два они выпустили половину сферы да и хер на них а так получается такая проблема и давайте посмотрим вообще покажу сейчас закрытый чат так небольшое сообщение здесь стоят англоязычные блогеры я и конечно разработки разработчики а представители разработчиков которые отвечают за коммуникацию и давайте посмотрим на одно сообщение как видите так видите это получается вот вот здесь находится да вот скопили и получается 15 декабря пишет town а то есть вот такой вот большое сообщение до огромное сообщение сейчас посмотрим что это вообще за сообщение и дальше ответа никакого от разработчиков нет ставится лайки давайте же посмотрим что он написал естественно будем через переводчик потому что английским и особо не владею и он пишет я знаю что вы ребята очень умалчивать о любых событиях открытия сферы обычно и обычно относитесь к любым событиям пока не придут на я думаю что это что этой обратной связи стоит поделиться то есть здесь пишет что обычно не всегда молчат там до последнего а потом опа выкидывает нас еще день там куча инсайдов либо сами скидывают в twitter там свой даже вы бывает не в курсе что там происходит в игре то есть это все пишут что у них такая есть политика хотя это супер тупая политика потому что нафига тогда мы состоим давать им какую-то обратную связь когда они не заинтересованы получается давать там информацию и мы не заинтересованы давать им информацию по сути потому что мы за это ничего не получаем там нам не дают мы не сидим на зарплате ни один из игроков может конечно там кто-то и сидит но я отлично нет потом мы не получаем как в других игр какие-то привилегии то есть бонусы допустим за то что мы делаем контент то есть тратим свое время мы не получаем никаких плюшек по там ядрам и так далее то есть этого тоже нет там как помойки до в рейде они получают там какие-то раз в неделю там бонусы эти конечно бонусы ну естественно приятно получать мы такое ничего не получаем дальше события открытия сферы ставит такое давление чтобы убедиться что у вас начинаешь накопление иначе вы можете упустить ежедневажные награды но это про то что говорил то что большое количество ресурсов не хочется упускать тем более награды явно топовые если какой-то мусор был бы да там получите там 20 осколков росомахи я не знаю там какого-то еще мусор там без не знаю пустошителя ткача получить и дай бог с ними оставьте себе а так мы понимаем что там будет и терпит над категория и уникальные осколки которые не фармятся нигде пока вы сохраняете пока вы сохраняете вы активно приостанавливаете свой собственный процесс надежде что события компенсирует вот он пишет когда мы оставляем ресурсы получается мы не прогрессируем это конечно жизненно важно для новичков для средних игроков потому что любая сфера любой катализатор это прогресс в аккаунте прогресс в аккаунте это быстрое получение максимальной пользы в компании в рейдах в арене и так далее потому что когда вы купите получаете хороший буст потом это реально компенсируется когда можно получить там условно одеть одного героя на 15 категорию как вы понимаете это хороший прогресс будет для аккаунта а мы пока ждем то есть ждем дальше сколько неизвестно то же самое можно сказать когда изменения происходят существующими шарами когда меняются такие вещи ну как голос орб мне мне становится плохо то есть они же бывают меняют без предупреждения количество золота которое появляется в gold сферах допустим открыли эти gold сферы и там через неделю добавили там условно больше заработка естественно обидно они про это тоже ничего не горит обычно нас при должно быть обновление так но это ладно если вы откройте свои золотые шары прямо перед обновлением вы почувствуете себя ужасно это да таким образом это создает этот менталитет я лучше спасу только настолько на всякий случай то есть тут понятно да про что пишет то есть все ждут 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 и так пара решений отверстия для сфер сделайте последнее большое ура откройте большую сферу и проясните что это последний среди наши припасы хорошая идея до которая была на реддите то есть они предлагают дать нам последний раз понять что копей да вы накопили не за это сделали но это последний раз то есть потом не копите никаких лавин сфер никогда не будет то есть мы открываем один раз все счастливы все довольны и потом забываем про это грандиозное мероприятие потому что копить нет смысла мы понимаем что разработчики не дадут больше таких бонусов и поэтому все спокойно и все довольны дальше изменение сфер точно так же как когда-то меняется греческие сферы новая военная сфера таки ты 15 то что вы skype вехами создать новую сферу вместо того чтобы обновить исходный gold orb но это получается как дополнительная сфера да то есть зачем менять где старый год сфер когда можно изобрести какую-то новую и соответственно кто копил когда открывают чтобы не получилось так что когда золотая сфера дает больше наград у нас а мы открыли за неделю и потеряли там большое количество ресурсов то же самое там с обилики дал типа уровень 2 потому что они потихоньку меняют то раньше там было максимум миллион можно получить потом 3 то есть они это увеличивают просто делать до другие немножко арбы да это будет надо такой перегруз меню но в принципе почему нет то есть это снова как бы вы понимаете что нет смысла копить потому что они бы нет меняются и люди соответственно будет открывать все что есть так опять же мне не нравится хранить шары на случай если позовет события или смена сферы то есть ну я думаю тут все понятно и давайте посмотрим что ответили да ответили они нихера конечно грубо звучит но понятно что так и есть дальше церебра ушел в отпуск получается 21 до 4 января его не будет и соответственно до 4 января точно ничего не поменяется в игре и непонятно я я честно не знаю будет лавина сфер не будет потому что вы спрашиваете очень часто очень много и вот эта политика которая от скопили я вам показываю что она как бы вы думаете чтобы как бы кто стоит в этом обществе там либо рэнди знает больше на самом деле мы не знаем ничего потому что как они дают обратную связь так все и получается как они рекламируют игру так все получается потому что есть хороший маркетинг а есть скопили не знаю что будет в новом году надеюсь в том году пожелаем им то чтобы они как-то одумались и сделали более грамотные решения в этом направлении так что плот про лавину сфер друзья ничего не могу сказать мне кажется почему-то они не дни как бы не сделают да такую халяву они как-то поняли что людям копят получают бонусы не знаю может сделать фиг знать расскажу типа открывайте да потом они запустят и столько польется хэйта понятное дело поэтому не знаю пока буду копить естественно самые ключевые объекты буду открывать там допустим за открою закончится золото открою пофиг там если обновят эту сферу бог с ними тем более в январе в первой плане вряд ли что-то будет какие-то изменения максимум то что уже есть в игре то есть они будут это открывать по типу человека льда то есть вот это все то что есть это сейчас они будут наращивать они специально сделали запас себе на 6 героев до этого чтобы спокойно пробухаться до 4 января а потом уже активно внедряться надеюсь они исправятся в этом направлении поэтому друзья ставьте пальцы вверх пишите комментарии и подписывайтесь на канал всем удачи